Семь лет фанаты гадали, какой выйдет следующая игра от создателей Бесконечного Лета. Выдержит ли она проверку временем? Сохранит ли ламповую атмосферу из Савенка? Покажет ли новую историю, которую будут цитировать и вспоминать годами? Для всех интересующихся новым проектом Soviet Games могу сказать только одно. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Оценивал игру Сайдстеп, но озвучил ролик Yo Old Monk. Поехали! Строго говоря, хороших визуальных новелл на русском языке очень мало. Яркими представителями этого жанра, которые на слуху у многих являются нашумевшая Доки Доки Литеричер Клаб от американского разработчика, а также столб отечественного производства новеллок «Бесконечное Лето». В свое время история из пионерского лагеря Савенок разошлась как лесной пожар, набрав огромную популярность. «Бесконечное Лето» перевели на 7 языков, приобретая небольшую, но все-таки международную славу. Не говоря уже о том, что мода к этой новелле выходит и по сей день. В далеком 2015 году был анонсирован новый тайтл от Soviet Games, однако о нем вскоре многие забыли из-за многочисленных переносов. И вот, спустя 7 лет, наконец, выходит «Призрак прошлого», в релиз которого уже перестали верить. Стоило ли ожидание того? Давайте разберемся. Отправляемся мы внезапно в Японию, где живет обычный сын русских эмигрантов Николай. Сюжет зиждется на том, что ему грозит опасность из-за проекта, над которым его родители работали в прошлом. И, в зависимости от того, захочет ли Николай узнать правду об этом самом проекте, игра может пойти в двух направлениях. Полную картину происходящего можно узнать, только прочитав обе развилки. Двигается сюжет буквально рывками, потому что у Николая изначально нет никакой цели. Он прогуливает школу, рефлексирует о жизни 99% своего свободного времени и не видит ни в чем смысла. Словом, типичный школьник из России, который живет в Японии. Более того, двигают сюжет события, которые ощущаются буквально рандомными. И в данном случае это скорее минус, чем плюс. Несмотря на чувство напряжения, которое дарует неизвестность, между кучей хаотичных ситуаций, в которые попадает герой, слишком уж легко потерять нить происходящего. Играя в видеоигры, мы невольно ассоциируем себя с главным героем истории, потому что каждый из нас является главным героем в собственной жизни. В новелле «Любовь, деньги и рок-н-ролл» мы можем ассоциировать себя с инфантильным невротиком, формулировкой самой игры, которая не умеет общаться с людьми. Чтобы вы понимали, за первые два часа игры фразу «Я начинаю немного выходить из себя» можно увидеть около девяти раз. Практически каждый разговор Николая с персонажами выливается в конфликт. Он начинает злиться, когда подруга детства беспокоится о нем, когда одноклассница подходит к нему с каким-либо делом, когда друг спрашивает у него, чем он занимался вчера. Словом, если Николай не сорвался на кого-то, то его, скорее всего, прервал звонок в дверь или телефон. Вспыльчивый характер героя можно было бы сгладить другими персонажами или факторами, но не тут-то было. Невротик в этой истории не только он. Конфликты происходят не только с участием главного героя, они происходят повсеместно и практически в каждой сцене. После первых двух часов происходящее на экране можно описать так. Сначала происходит конфликт двух людей, затем сцена переходит в конфликт трех людей, потом группа людей вступает в конфликт с другой группой, а дальше просто повторяем по ранним шаблонам. Также у нас есть любовные отношения между персонажами, но они не вносят в сюжет практически ничего хорошего. Игрока в какой-то момент просто ставит перед фактом, что главный герой влюблен. Но почему? Персонажи до этого момента были заняты, конфликтуя между собой и отчаиваясь от происходящего в мире, где бы они нашли время посмотреть друг на друга. Нет времени объяснять дальше сам. По итогу невольно задаёшься вопросом, а есть ли в игре что-то кроме конфликтов? Хотелось бы сказать да и возможно ещё раз упомянуть совершенно рандомные сюжетные повороты, но они так или иначе тоже приводят к новым конфликтам, так что ругань и негатив можно назвать основными событиями в новелле. Времена ламповых посиделок у костра в пионерском лагере давно прошли. Главной темой игры в этот раз является освещение острых социальных вопросов. Дискриминация, власть верхов над низами, обратная сторона мира, противостояние обычного человека и системы. Все эти вопросы так или иначе поднимаются в сюжете «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Справедливо будет отметить, что кроме этих социальных вопросов в игре больше ничего нет. Это бездушный проект без капли позитивных эмоций. Здесь можно увидеть морально уродливых людей, которые вымещают друг на друга свои негативные эмоции от чувства беспомощности перед беспощадной системой. Но проникнуться к ним едва ли получится. Из хорошего в этой игре можно отметить потрясающие фоны, на которые ушла львиная доля разработки. Музыкальное сопровождение сравнительно неплохое, можно даже услышать несколько треков, которые западут в душу. Персонажи нарисованы очень качественно, но это качество падает где-то с середины игры, потому что ответственная за красивые модельки художница покинула проект. В общем, с погружением могут возникнуть серьезные проблемы. Любовь, деньги и рок-н-ролл Любовь, деньги и рок-н-ролл – это далеко не образцовый проект. Это игра о социальных проблемах, которые загонят в депрессию, а если нажимать на неправильные варианты в развилках – заставит задуматься о темной стороне мира. При этом она не несет в себе никакого позитивного посыла и надежды на светлое будущее. Фанатов, которые ожидали ламповую атмосферу с овенкой из бесконечного лета, забросили в темный город человеческих пороков и безнадежности. И хоть некоторым людям обратная сторона общества придется по вкусу, потому что антиутопия далеко не новый жанр. В описании игры на подобное развитие событий не было и намека, и как минимум часть игроков ждала совсем не этого. Также отдельно стоит подчеркнуть, что отвратительный нарратив и хаотичный сюжет сильно бьют по восприятию игры. Поэтому если вдруг вас все-таки заинтересовал этот проект, что ж, читайте на свой страх и риск. Антиутопия – это очень интересный литературный жанр в правильных руках, но знакомство с ним через любовь, деньги и рок-н-ролл крайне не рекомендуется. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. И, конечно, если уже успели оценить игру, обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях. Впереди еще много интересного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!